Мы все переживаем сейчас непростое время. Люди паникуют, пугаются, встревожены, теряют работоспособность и сон. И это неизменно отражается на здоровье. 80 процентов всех заболеваний развивается на фоне стресса. И это доказанный факт. Об этом в ближайшие полчаса. Меня зовут Инна Сапанченко. Здравствуйте. Программа выходит при поддержке Министерства здравоохранения Самарской области, Самарской областной ассоциации врачей и информационной поддержки журнала «Личный врач». Это программа «Звоните доктору». Со стрессом будем сегодня разбираться. И поможет нам Елена Захарова, заведующая кафедрой общей психологии и психологии здоровья СМГМУ, доктор психологических наук, клинический психолог. Здравствуйте, Елена Владимировна. Здравствуйте. Мне кажется, сегодня мы все находимся в состоянии некой такой глобальной неопределенности, которая нас очень сильно пугает. Вроде бы, ну, только переживаешь какие-то события и думаешь, что все-все, ты закалился, адаптировался, как случается что-то следующее. И вот это, наверное, непонимание какого-то, когда, наконец, мы успокоимся, больше всего и пугает людей. Как реагирует психика на это? Вы уже замечаете, что население вот как-то подвержено вот этому всему? Безусловно, мы живем в очень напряженное время, но, собственно, когда оно было легким-то и когда у нас была такая возможность ни о чем не думать и наслаждаться беспечностью, такого, наверное, и не было, и нет ни у какого народа, ни в какой стране. Но сейчас ситуация разворачивается таким образом, что большинство людей смотрят новости, понимают, что происходит, и, конечно, уровень стресса зашкаливает, и реакция у людей бывает очень сильная. Мы ощутили на себе, у нас в университет, ну, наверное, и коллеги-психологи тоже не дадут соврать, что увеличилось количество обращений за психологической помощью. Причем следует отметить, что именно лиц молодого возраста, студенты, подростки, молодые люди, которые только-только еще начали самоопределяться и устроились на новую работу, завели семью, родили детей. И вот в этот момент, когда, как люди считают, у них все рухнуло в одночасье, вот эта категория граждан сейчас оказалась наиболее уязвимой. Ну, наверное, отчасти еще и потому, что в 90-е годы многие из них были детьми, и они в полной мере не осознавали всех процессов, которые происходили, и совершенно по-детски воспринимали ситуацию намного легче, нежели сейчас уже, будучи взрослыми. Ну, и потому, наверное, что мир для многих молодых людей, ну, как вот от студентов услышанная фраза, рухнул в первый раз. Поэтому количество обращений увеличилось. Можно как-то схематично понять, что происходит с психикой человека, когда в нее вкрадывается страх? Я только сейчас напомню еще нашим зрителям, если кто-то опоздал к началу эфира, что мы работаем в прямом эфире 202-11-22, если у вас будут вопросы к нашему спикеру, пожалуйста, звоните. А в гостях сегодня Елена Захарова, клинический психолог, и мы говорим про стресс. Когда человек живет, он стресс испытывает постоянно. Наш организм приспосабливается и к окружающей среде, к тому, что происходит. Мы с вами вышли на улицу, на улице жарко или на улице холодно, и организм испытывает стресс. Это физиологическое состояние, когда запускается целая серия механизмов, наш организм перестраивается, он адаптируется. Если адаптация произошла хорошо, то организм продолжает функционировать без ущерба для здоровья. Но бывают такие ситуации, когда организм не может сразу адаптироваться. Вот сейчас, наверное, та самая обстановка вокруг, да, вот и в воздухе витает это напряжение, когда человек, получая такое огромное количество негативной информации в большинстве своем, не успевает адаптироваться. Что мы сейчас видим? Мы видим всплеск психосоматических заболеваний, мы видим увеличение численности обращений, люди жалуются на повышение давления, на обострение сердечно-сосудистых заболеваний, на состояния, которые, как люди описывают, нам раньше не были свойственны. Это говорит о том, что адаптационные механизмы организма нашего, они не справляются с той нагрузкой, которую сейчас человек испытывает. Ведь если мы говорим о физиологическом стрессе, мы понимаем, что это весь организм реагирует на то, что происходит с человеком, с чем он столкнулся. Это и гормональный фон, это сосуды наши, которые реагируют, это наше эмоциональное состояние, это работа центральной нервной системы и межнейронные связи. Все, что помогает человеку сохранить стабильность и вернуть организм в стабильное состояние, задействованы все механизмы. Сейчас мы наблюдаем, что эти механизмы не справляются. Наступает следующая фаза истощения. Физиологи, психологи и биологи знают это прекрасно, что тревога сменяется, адаптация, а вот дальше уже наступает фаза истощения. И вот задача специалистов, задача психологов и задача каждого человека, кто сейчас испытывает стресс, не допустить вот этой фазы истощения, чтобы она настолько была сильно выражена, чтобы человек был дезорганизован и не смог не вернуться к нормальной жизни, не выполнять свои профессиональные обязанности. В семье начнутся конфликты, беспорядки, потому что эмоциональный фон взрослых людей передается детям, и дальше понарастающий, как снежный ком. Вот этого сейчас нам нужно избежать и постараться, чтобы люди в большинстве своем стабилизировались и вот этот период адаптации прошли как можно легче и с более положительным выходом. Поэтому работы у психологов, я так думаю, прибавятся в последнее время у врачей тоже. Надеюсь, что психологов хватит. Елена Владимировна, а вот такой примитивный, наверное, очень вопрос. А почему? Ну, понятно же, когда вирус проникает в организм, это понятно, он наносит большой урон. Но что такое информация или что-то? Почему стресс так здорово пробивает и убивает просто все напрочь? Информация, если мы просто посмотрим, да, определение слова информация, это сведения об окружающем мире. Окружающий мир у каждого человека свой. У кого-то это огромный мир, это человек мира, который ездит по разным странам, он общается с огромным количеством людей и количество социальных связей огромно, и количество даже по площадям тех стран, в которых он бывает, и территорий для этого человека, это привычно, но это огромная, да, глобальная такая информация. А для другого человека его мир – это его квартира, это его маленькая дачка, это его соседки около подъезда. И вот информация человека, которая поступает к человеку об окружающем мире, она формирует в том числе вот этот эмоциональный ответ на то, где человек находится, что он видит и как он это переживает. Чем больше человек получает информации, чем больше скорость, с которой эта информация поступает к нам, тем меньше у человека возможностей обработать эту информацию. Ведь мы прекрасно понимаем, что головной мозг – это совокупность нейронов и связей нейронных. Они образуются очень быстро, но поток информации сейчас такой, и все гаджеты наши устроены таким образом, что поток информации, он невероятен, и он не обрабатывается. Человек не успевает адаптироваться и осознать к тому, что он увидел, услышал и прочитал. Вот этот поток информации. А сейчас, если мы сделаем анализ того, что мы читаем, это элементарно в новостной ленте того же Яндекса, где угодно. Это в основном негативная информация. Может быть, сейчас она и не может быть другой, поскольку события разворачиваются определенным образом. Я хочу сказать, что любой процесс имеет начало, пик и окончание. Любой кризис имеет начало, пик и окончание, и то же самое, то, что происходит сейчас. Поэтому вот эта волна информационная, негативная, которая сейчас просто даже еще до своего пика не дошла, она потом пойдет на спад. И вот когда она пойдет на спад, мы получим, к сожалению, огромное количество расстройств, потому что стресс вызывает не только физиологические нарушения, но еще и поведенческие расстройства, интеллектуальные расстройства, нарушение когнитивных процессов, это нарушение адаптационных всех механизмов. То есть вот для того, чтобы уменьшить стресс, который сейчас нас, ну, наверное, накрыл вот все, нужно прежде всего уменьшить поток информации. Новости не смотреть невозможно. Не вникать в то, что происходит вокруг невозможно. Но можно это делать дозированно. Особенно это рекомендация к молодым людям, к детям, к подросткам, к пожилым людям. Потому что известны случаи, когда вот в выходные дни человек включает телевизор, новостные каналы один за другим и не отходит от телевизора сутками. А потом повышается уровень сахара в крови, потому что это стресс запредельный. Потом начинается гипертонический криз, потом начинается боль в сердце, кардионевроз и заканчивается скорая помощь и госпитализация. И это в лучшем случае, потому что реакция на стресс у всех очень разная, бывает очень сильной. Поэтому, наверное, в качестве основного, вот сейчас, именно для этой ситуации правила, уменьшите количество поступающей информации. Смотрите новости 15 минут утром и 15 минут в обед, либо вечером, но не перед сном. Ваша психика успеет переработать тот поток информации, который был, но в то же время даст вам возможность адаптироваться. Знаете, я сейчас подумала, что, наверное, вот наше здоровье не только в руках врачей сейчас находится, но и в руках авторов информационных лент. Потому что если бы они своей доброй волей через три негативные новости хотя бы ставили одну позитивную, они же есть вокруг. И они стали чаще встречаться. Да, то это вообще могло бы здорово помочь. Я не знаю, услышит нас кто-то сейчас или нет. Но вдруг, может быть, хотя бы вот таким вот образом. Елена Владимировна, опять-таки стресс, он мгновенно проявляет себя, или он может еще и иметь какие-то отложенные реакции? Я про здоровье, конечно. Да. Есть острая стрессовая ситуация и острая реакция на стресс. Когда человек мобилизуется, все резервы организма мобилизуются. Ну, в качестве примера, да, можно привести такую ситуацию, когда человек идет по улице, и внезапно на него, ну, вдруг, да, гавкнула большая собака и подалась к человеку, или прыгнула на него. Что делает человек? Он пугается, отскакивает, отмахивается. То есть это система порой даже неконтролируемых действий и движений, которые наша психика рефлекторно выдает, и мы защищаемся. Это острый стресс. Потом человек отойдет в сторону, он отдышится, он скажет, слава богу, да, все обошлось, и дальше пойдет. Или заплачет, или наоборот громко рассмеется, что тоже является защитной реакцией организма. Это острая реакция, которая, понятно, она видна. Но есть еще и хронический стресс. Наша жизнь в последнее время, наверное, один большой стресс, кто-то может сказать, да, постоянно. И ритм жизни, и все, что происходит вокруг, даже до последних событий, оно, конечно, очень эмоционально сильно на нас воздействует. Но хронический стресс опасен тем, что вот эти механизмы адаптационные, которые запустились, они истощаются. И вот эта фаза истощения, которая наступает, физиологическая, она обязательно сказывается на всем функционировании человека. И мы это видим. У человека нарушается пищевое поведение. Он может либо заедать стресс, начинает полнеть, либо человек худеет резко, потому что уходит в субдепрессивное-депрессивное состояние. Женщин, да, особо вот сейчас весна будет, лето, у природы, у нее свой график, свой календарь. Поэтому женщина, длительно находящаяся в стрессе, у нее кожа становится желтоватого оттенка или серого. Мимические морщины проявляются, становятся более глубокими. Цвет кожи тусклый, волос. Нам это женщинам нельзя. Поэтому про это нужно помнить. Стресс всегда бьет по внешнему виду. Всегда. Кроме того, нарушение сна. Ну, наверное, пусть каждый сам ответит для себя, приоритет на вопрос, сколько часов в сутки он спит. Знаете, я читала буквально вчера статистику, что россияне перестали спать. Ну, условно. Да, потому что есть еще и дурацкая привычка спать под телевизор подвключенный. Или с наушниками, или с игрой, пока не отключается уже наше сознание. Восемь часов сна обязательно. Это тот период, когда человек и человеческий организм успевают восстановиться. Гормональный фон должен восстановиться. Должны выработаться все те вещества, которые у нас в организме должны быть. Еда. Ну, Макдональдс ушел, неизвестно, вернется, неизвестно, нет. Но есть привычные нам продукты, которые восполняют, в том числе, витамины в нашем организме. Прием витаминов, особенно витаминов группы В, в сочетании с магнием, с цинком. Это то, что позволит сохранить и поддержать нашу нервную систему и наш организм в целом. Прогулки на свежем воздухе, ну, на улицу. У нас тихо в городе. Это что-то такое эфемерное уже, Элина Владимировна. Это выйти из машины и пройти два круга вокруг дома. Вокруг машины. Вокруг машины. Выйти просто у подъезда подышать, постоять. Если еще сделать зарядку пять минут, ну, хотя бы. Или выйти погулять с собакой, с ребенком. Сейчас доходит до того, что многие владельцы не выгуливают своих питомцев, особенно маленьких собачьих. Считается, что она маленькая и на улице не нужна. Вы, дети, ради себя. Ну, помимо того, что это радость питомцу, это еще и радость общения с животинкой. И это польза для себя. Почему? Потому что физиологические процессы запускаются и протекают совершенно по-другому. Усиливается обмен веществ. Токсические вещества эвакуируются из нашего организма быстрее. Это то, что позволяет нам привести себя в норму. Поэтому те обычные раньше вещи, которыми мы занимались и даже не думали об этом, и жили, у нас был определенный образ жизни, он способствовал тому, что человек из стрессовой ситуации выходил с меньшими потерями быстрее и меньше получал этого стресса. Сейчас, ну, к сожалению, ситуация такова, что даже то, что мы сами можем для себя сделать, или кому-то лень, или находит массу оправданий для того, чтобы этого не делать. Поэтому каждый, прежде всего, должен подумать о том, а что я сам сделала для того, чтобы мне себя и своих близких уберечь от стресса. И еще один очень важный момент мне хотелось бы сказать, что нужно разговаривать с родными. Потому что каждый переживает какую-то ситуацию по-своему, но когда люди собираются вместе и обсуждают это, поговорите со своим ребенком, поговорите со своими родителями. Ведь дети, подростки, сколько они сейчас говорят о том, что родители с нами не разговаривают, они работают с утра до вечера. Или родители ушли в гости, а я сижу, мне нечего делать. Сплошь и рядом мы наблюдаем, это беда и несчастье нашего времени. Поговорите с родными людьми, обсудите то, что вас волнует, объясните детям то, что сейчас происходит. Это позволит вам снизить свой уровень стресса, и вашим близким снизить их уровень стресса. Они будут спокойнее, они будут более продуктивны, и вы будете за них спокойнее. Какие прекрасные слова вы сейчас говорите. Может быть, все-таки определим тогда, кто еще находится в зоне особого риска в связи со всем этим? Сейчас можно сказать о том, что нет, наверное, ни одной категории граждан, ни одного представителя какого бы то ни было социального статуса или возраста, которые бы сейчас не находились в стрессе. Потому что каждый человек абсолютно, либо у него сейчас что-то изменилось резко и кардинально, либо он чего-то лишился, например, возможности провести отпуск запланированный где-то за пределами Российской Федерации. Или это колоссальные потери, которые несет человек, например, который занимается бизнесом, или человек, у которого родственники проживают за границей, не имеет возможности сейчас с ними общаться, не то что лично, вживую, но еще и по телефону, и с помощью социальных сетей, которые тоже рухнули. Рухнул целый виртуальный мир для молодого поколения. Поэтому сейчас нельзя выделить какую-то одну категорию граждан, про которую можно сказать, а вот это самые уязвимые. Сейчас уязвимы абсолютно все категории населения. Вот это очень сложная сейчас ситуация. А когда человек находится в стрессе, повышается уровень агрессии, конфликтности. Это то, что мы сейчас еще, наверное, до этого момента не дошли, но очень скоро мы это увидим в массах. Просто идя по улице, проезжая в автобусе, на машине, стоя в магазине, мы это будем видеть как нарастающий ком, к сожалению, вот в ближайшем будущем. Один мой хороший знакомый все время говорит фразу, только я не знаю, хорошо это или плохо. Сейчас подумала, что вот это ваша фраза о рухнувшем виртуальном мире, а может, научимся общаться, кто его знает. Вспомним, как это делалось раньше. Да, да. Давайте ненадолго отдохнем от стресса. Сейчас вместе с нашими зрителями узнаем, что произошло в здравоохранении региона за ту неделю, что мы не виделись. Схему закупки лекарств поликлиникам и больницам упростили. Теперь организации смогут приобретать препараты, расходные материалы и оборудование по упрощенной схеме. Благодаря этому необходимые материалы будут поступать в больницы быстрее. В Самарской области возобновили диспансеризацию. Мощности, которые были развернуты в амбулаторном звене для помощи пациентам с коронавирусом, уже не требуются. Специалисты готовы проводить плановый прием. Те, кто перенес ковид, могут пройти углубленную диспансеризацию. С 15 марта отменили дистанционное оформление больничных листов. Этот порядок был введен в связи с высокой заболеваемостью коронавируса. Теперь для того, чтобы получить больничный, необходимо пройти осмотр врача. В детской поликлинике Ставропольской ЦРБ внедряется новая модель здравоохранения по принципу бережливой поликлиники. Построена крытая колясочная, просторный фильтрбокс, открытая регистратура, зона ожидания врачебного приема, игровая зона для самых маленьких пациентов. Повторную вакцинацию от коронавирусной инфекции прошли более 370 тысяч жителей региона. Специалисты утверждают, что это шанс укрепить иммунитет и защититься от тяжелого течения заболевания. Пройти вакцинацию можно в любом из 200 прививочных пунктов. Это программа «Звоните доктору». Сегодня дежурный врач нашей скорой телевизионной помощи Елена Захарова, клинический психолог, заведующая кафедрой общей психологии, психологии здоровья САМГМУ. Мы работаем в прямом эфире. 202.11.22. Еще есть немного времени. Если вдруг у вас появились вопросы, то нас всех доктор сегодня вылечит. Звоните, пожалуйста, к нам в студию. Вот когда людям страшно, они по-разному проявляют агрессию, плачут, ненавидят, еще какие-то действия. Нужно ли держать все это в себе или выплескивать наружу в тех проявлениях, о которых я сказала? Что болезненнее наш организм перенесет? Болезненнее наш организм перенесет ситуацию, когда мы будем все закрывать в себя, как в шкатулку такую безразмерную. И глубоко на ключ. Потому что рано или поздно размеры этого хранилища исчерпают в себя, и все вылезет наружу. В виде чего это уже зависит от организма конкретного человека. Но в то же время, если сейчас каждый человек начнет все свои эмоции выплескивать на окружающих, то будет плохо всем. Потому что последствия такого поведения бывают от самых минимальных, просто неприятных для окружающих, до глобальных. И вот этого не хотелось бы, потому что существует механизм, когда человек смотрит на то, что делает другое, делает то же самое. Когда один видит, что другой идет, бьет, опрокидывает урну, бьет стекло, бросается на прохожих, то через какое-то время к нему могут присоединиться. А что так можно мыло, да. Да, действительно задает вопрос, что так можно, я тоже так могу, у меня ничего не будет, я же выплеснула, у меня теперь будет хорошо. Но существуют социально приемлемые способы избавиться от негативных эмоций. Занятие спортом. Те, кто занимались спортом, пожалуйста, не прекращайте это, если есть возможность. Те, кто не занимались, пожалуйста, займитесь. Утренняя зарядка – это прекрасный стимул для пробуждения. И для этого финансы не нужны. И финансы не нужны, и дополнительные площади не нужны, и ехать никуда не нужно, рядом с собственным диваном и на собственном балконе. То есть это прямо реально помогает? Это реально помогает. Существует масса техник избавления организма от хронического стресса, снятия эмоционального напряжения. Это медитативные техники. Кто умеет и владеет техниками медитации, пожалуйста, это сейчас поможет, как никогда. Дыхательная гимнастика. Те, кто занимаются вокалом, те, кто… Врачи-фуниаторы, они прекрасно знают, как здорово влияет на организм дыхательная гимнастика. Техник существует большое количество. Пожалуйста, те, кто умеете, пользуйтесь. Кто не умеете, овладейте, потому что информации по этим техникам ее очень много. Просто глубоко дышите. Мы дышим, мы зажаты. У нас плечевой пояс зажат. Груз проблем нас давит. Проспримите плечи, начните дышать. Просто глубоко, на улице. Уберитесь в доме. Уборка в доме, мытье окон, ведь сейчас будет весна. Отличный совершен. Это же совершенно ничего не стоит и совершенно позволяет привлечь к этому процессу и своих домашних, и близких, детей, которые не знают, чем себя занять, потому что любимую игрушку больше ее нет. Физическая активность и результат, который вы увидите. Чистая квартира, проветренная, пожалуйста. Жизнь продолжается. Жизнь продолжается. Есть масса способов и масса людей, которые говорят о том, что когда у меня стресс, я убираюсь, или когда у меня стресс, я мою окна. Поэтому у меня всегда чистые окна. Это мы слышим очень часто. Пожалуйста, поиграйте с детьми. Поиграйте с детьми в мяч. Выйдите с ними на улицу. Пробегитесь, скатитесь с горки. Еще сейчас погода позволяет. Там есть ледяные горки во дворах. В этом году в Самаре очень много горок построено было для детишек. Покатайтесь. Еще катки не растаяли. Покатайтесь на коньках, ведь это совершенно ничего не стоит, ни к чему не обязывает, но принесет вам огромное удовольствие. А главное, что вы на какое-то хотя бы время забудете о той информации, о тех проблемах, которые у вас есть. Вы просто будете отключаться, потому что наш организм так работает. Он не может выполнять одномоментно огромное количество операций. Знаете, как доминирующая лампочка красная. То в одном месте загорится, то в другом, то в третьем. Это те задачи, которые сейчас наш мозг обрабатывает и наш организм выполняет. Переключитесь, будет легче. И вот на фоне того, что сейчас происходит, как раз очень-очень важно нам всем сохранить вот это здоровье, как-то сплотиться для того, чтобы вместе пережить все предстоящие события. А вот скажите, Елена Владимировна, может ли самочувствие усугубляться в зависимости от того, как человек реагирует на стресс? Кто-то, вы уже сказали, его заедает, кто-то его запивает алкоголем, кто-то сидит и плачет. То есть вот может от этого стать еще хуже? Конечно. Заесть стресс можно полезной едой. Не шоколадку съесть в одно лицо, большую, а съесть яблоко. Или, например, съесть ту еду, которую вы, ну, может быть, редко себе готовите. Ведь процесс приготовления еды иногда заменяет ту самую большую порцию, которую человек бы с удовольствием съел, а потом бы себя корил за это. Приготовьте, порадуйте близких. Для них приготовьте. Если человек плачет, ну, поплакать нужно, потому что говорят, что человек за всю свою жизнь выплакивает ведро слез в среднем. Вместе со слезной жидкостью выходит продукт распада наших гормонов стресса. Поэтому это необходимо. Но если человек понимает, что он плачет день, два, три, неделю, вторую, это говорит о том, что организм уже не справляется и нужно обратиться за помощью. И не всегда нужно искать психиатра, психотерапевта и психолога и думать о том, что только этот человек мне поможет. Еще раз говорю, сейчас то самое время, когда нужно развернуться к близким, друзьям, родителям, к детям, просто пообщайтесь и поговорите с ними, вы увидите, что вам станет легче. И очень здорово, если есть возможность не сужать круг общения, а расширять его сейчас. Сейчас для этого есть все условия, потому что наша зависимость от гаджетов, ну, я так понимаю, постепенно будет сходить на нет, просто потому что там нечего будет делать особо. Ну, пока вот ленты просматриваем. Да, пока просматриваем, к сожалению, ленты. Еще, знаете, вот такая, может быть, немного парадоксальная какая-то вещь, но вот ведь благодаря стрессу человек может открыть для себя и какие-то как раз новые возможности, и покорить новые вершины. Это вот имеет место такое? Безусловно. Сейчас это кризис. Да. А всем известно, что кризис – это новые возможности для чего-то, для новых дел, для новой профессии, для новых увлечений, для этой возможности заняться своим здоровьем, возможность заняться своей семьей и так далее. То есть это шаг в развитие. Есть две категории людей. Одни кризис воспринимают как крах всему, а другие воспринимают как возможность развития. И вот эту возможность развития нужно найти даже там, где, казалось бы, ну, о чему развиваться и что я буду делать. Мы иногда даже себе представить не можем, что нас может заинтересовать и какой деятельностью мы можем заняться. Подумайте, вспомните, о чем вы занимались и увлекались раньше. Возможно, ваше прежнее хобби сейчас вам очень поможет. То есть и может перерасти в профессию. Сейчас мы очень много слышим о том, что происходит в кадровом подборе, в трудоустройстве. Люди теряют работу. Сейчас как раз то самое время, когда нужно очень быстро переориентироваться. Да, время такое, что действительно открываются при этом и новые возможности. Елена Владимировна, и достаточно коротко, наверное, у нас немножечко совсем времени. Я бы хотела, чтобы вы сказали, а когда вот действительно все-таки нужно именно к специалисту обратиться? Какой такой момент не пропустить, когда это будет некая точка и невозврат? К специалисту нужно обратиться в тот момент, когда вы понимаете, что вам плохо, страшно, некомфортно. Придите. Иногда сам приход к специалисту, даже если при этом психолог будет весь сеанс молчать, но у вас будет возможность выговориться, и вы уйдете, вы скажете, спасибо, доктор, вы очень мне помогли. И такие случаи тоже очень часто бывают. Ну, то есть, мне кажется, индивидуально. Наша такая интересная сегодня беседа, вывод напрашивается сам собой, что мы тоже в наших руках есть рычаги, которые мы можем включить и обезопасить себя, да? Только в наших руках, не в чьих, в наших. Мы сами ответственны за свое здоровье и за здоровье наших близких. Поэтому только сами. Ищем резервы и сохраняем себя. Большое спасибо, что вы эти 30 минут провели с нами. Я благодарю нашего доктора. Спасибо, Елена Владимировна. И, пожалуйста, берегите себя, не бойтесь стресса. Так будет не всегда. Безусловно, да. До свидания. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова 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 Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова